Ален Гриспен 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 Что еще об этом можно сказать? Завод Лебединский работает в полную мощность. Помимо того, что 200 тысяч тонн он вырабатывает, в недрах земли зарыто еще колоссальный объем мусора. Строительство полтора года. За полтора года завод окупается, поскольку чистая прибыль завода после налогообложения полтора миллиарда рублей в год. Наша команда ученые с мировым именем. Это то, что я называю справкой из дурдома на то, что это все реально. Пожалуйста, ознакомьтесь. Ученые все в поле, остальные члены команды присутствуют здесь. В конце представлю, познакомлю. Итак, первый проект. Мы разделили проект по переработке мусора на бытовой мусор. Я не буду рассказывать. Просто пилотный проект по бытовому мусору начали переговоры с руководителями 10 регионов. Но это уже другая история. Там просто колоссальные объемы загрязнения. И здесь должно платить государство, нацпроект «Экология», поскольку они накосячили. И там менее рентабельные выхлопы. Здесь очень рентабельно, поэтому мы решили предложить свои наработки частным инвесторам. Помимо Старого Оскола мы начали переговоры с металлургическим заводом в Липецке, с Тульским, Косогорским металлургическим комбинатом и с тремя нефтяными заводами. Нефтепереработка – это Ярославский, Нижний Новгород и Рязань. Там прекрасный метанол получается как раз из шламов нефтеперерабатывающих заводов. Ну, по мусорообработке кратко все. Можно голосовать за седьмой проект, теперь восьмой. Следующий проект. Следующий проект у нас – новые технологии в агросекторе. Это кассетный метод агропроизводства. Тоже наше ноу-хау позволяет получать урожай до пяти урожая в год при любых климатических почвенных условиях. Кассетный способ называется. За счет чего достигается некая система биогеоциноза, когда рециклинг происходит полный за счет природы, солнца, воды, почвы. Не нужны никакие там пестициды, удобрения и прочее. То есть природа сама себя восполняет. Для примера на одном гектаре, то есть на футбольном поле при средней урожайности по стране 30 сантиметров гектара, мы получили 240 сантиметров гектара чистого зернового продукта. Созревание происходит в вегетативный период до 100 дней. Соответственно, мы легко собираем в среднем 4 урожая в любом поле. Что мы предлагаем? Нам Нижегородская область предлагает на сегодня в управление или войти вдоль в новую фирму Работкинский агроколледж, вот здесь написано. Всего площадь 3000 га, то есть там студенты, грубо говоря, будущее поколение, которое будет изучать и помогать нам. Группа ученых, которая это как бы все создала. Экспериментальная площадь привлекаем инвесторов на первые 100 гектаров. Это позволит собирать несколько урожаев. И вот по инвестициям всего 80 миллионов рублей. Первый год мы засеваем всего 25 гектаров, поскольку будет отверточная сборка кассет, еще не промышленная. То есть это действительно стартап. На второй год мы уже выходим на прибыль около 20 миллионов рублей. То есть высаживаем зерновые на 100 гектаров. Ну и с третьего года уже 60 и более миллионов. То есть за три года проект окупается полностью. И дальше он масштабируем, так же как и первый, экстерриториальный, транснациональный и геомасштабен. То есть доктрина взаимосвязи с остальными нацпроектами, она полностью. Потому что мы выходим на новые рынки зерна по объемам. Это позволит нам делать уже биотопливо, биоэтанол и соответственно новые конструкционные материалы и зерна. То есть это революция в строительстве, это революция в двигателях внутреннего сгорания, это дорожное и прочее строительство. То есть я говорю, это уже новое мышление, расширяем возможности человечества в целом. То есть вот здесь емкость рынка пока не просчитана, он безграничен. Ну по команде, значит, это на самом деле наследие 20 советских закрытых институтов. Был такой академик Львов, ныне, к сожалению, покойный, который сумел создать вот эту кластерную модель экономики России, взятую за основу в этом проекте. И группа ученых, которая сумела это сохранить и передать в наши нежные объятия. Ну как бы вот пока все. Голосуем за восьмой проект. Итак, это были как бы две части Морализонского балета. Следующая часть, плавно переходим к проекту «Космическая медицина», «Экомед». Это уже я назову реквиум. Почему? Потому что, когда Моцарт написал вторую часть реквиума, оказалось, ее нельзя слушать, люди сходят с ума. Она здесь до сих пор, говорят, по легенде где-то закрыта. То есть планеты выстраиваются в свой парад и происходит что-то невероятное. Итак, следующие несколько групп ученых считают, что как бы человек, получивший чистую среду обитания, получивший качественную пищу, мы понимаем из предыдущих проектов, что экологически чистая полезная пища, люди становятся богатыми, самодостаточными и что они хотят быть здоровыми. Так вот, следующая группа ученых считает, что лечится любое заболевание, каждый человек должен жить более ста лет, а некоторые особо одаренные могут жить вечно. За счет чего это достигается? Вот продукты, правильные, подобранные продукты, правильно структурированная вода, сами себя перегружают, перезапускают организм. Это уже начало к выздоровлению, к восстановлению организма. Это наш организм, вот, в своей, как бы, внутренней основе. И проекты все взаимосвязаны с друг другом. Если мы не очистим природу, как бы, то, соответственно, в организм будут заходить различные вещества. Вот правительство, как бы, не нашло ничего лучшего, как ставить мусоросжигательные заводы. Это выброс в атмосферу всей таблицы Менделеева, соответственно, которая не выводится из организма. Это всплеск онкологии, щитовидка, иммунка, все будет через несколько лет, как бы, ну, сами понимаете, я называю это своими словами геноцид нации, просто истребление своего народа. Мы предлагаем новую программу. Итак, за счет чего, как бы, мы, скажем так, предлагаем оздоровлять население. Первая группа ученых во главе с академиком Болотовым. Это ученый, который был еще заместителем у академика Королева, если кто помнит, кто это. Прибор космической медицины, простой, диагностический по виду, но, по сути, он представляет из себя следующее. Пятачок, зажатый в руке, там, с проводочками, за одну минуту делает более 300 тысяч показателей состояния здоровья, то есть обследует весь организм, все органы. Что это значит? Если вдруг человек, ну, прибор показывает, если вдруг вы имеете потенциал к заболеванию, там, через два года, например, раком или еще что-то, прибор это показывает, дается прогноз активного срока жизни и рекомендации по адаптации к действующей среде обитания. На этом основании подбираются вода, еда, диета индивидуально, и пишется личный оздоровительный эффект согласно гинокоду человека. Следующая группа ученых, как бы, уже не ученых, просто специалистов подбирает методы оздоровления, то есть это и восточные, и европейские, различные, как бы, методики оздоровления. Ну, как бы, с такими вещами не шутят, я испытал это на членах своей семьи, что, там, с человеком уже прощались, и, ну, начинают оживать, то есть мертвые встают из могил, так это без преувеличения. По, как бы, масштабированию, ну, это, как бы, тоже транснациональный проект, он должен применяться не только в нашей стране, просто с России мы начинаем, потому что, ну, родину не выбирают, а, как бы, население всей земли имеет право пользоваться подобными технологиями. И одна ремарка, как бы, ну, это, вот, предполагаемые, как бы, шаги по развитию проекта. По деньгам, что? Ну, здоровье бесценное, поэтому, если кого-то заинтересует, будем индивидуально общаться. Здесь просто мы решили с коллегами, что мы сами будем инвестировать, реинвестировать от предыдущих проектов прибыль, ну, вот в подобные, как бы, дела. Один из, как бы, моментов группа, также наших коллег, придумала методики по победам наших спортсменов без допингов. Это абсолютно реально, как бы, опробовано на различных фокус-группах, как детей, так и взрослых, поэтому химию там ширять не обязательно, чтобы побеждать, как оказалось, но раньше предыдущие поколения спортсменов так и делали. Вот. Ну, тут не пришел, да, из спорткомитета человек, потому что, ну, хотелось бы задать вопрос, а почему это... Вот я, как гражданин страны, должен смотреть при победе наших спортсменов какой-то папуасский гимн, какой-то виртуальный флаг поднимается, ну, это оскорбляет мой разум. Вот, в принципе, как бы, и все. Хотелось бы, вот, по спортивной еще медицине и технологиям, мы тут с коллегами посовещались, и есть, как бы, мнение, что можно или купить, или создать футбольную команду, которая без допинга способна выиграть Лигу чемпионов. Это так вот, для хорошего вечера, для настроения. И в конце хотел бы представить свою команду. Ну, академики все в поле, да, не будем им мешать, как бы, они повернуты на этих делах. Мы чисто управленческая команда, поэтому представлю, вот, директор по развитию Владлен Шаронов, он сейчас как раз в Старом Осколе, вот, занимается этой площадкой, уже начали строительство. С прошлого века мы с ним в бизнесе, как бы, ну, даже понимаем, кто что, о чем хочет сказать, тут, как бы, уже с полуслова. Еще один мой партнер, человек возглавлял крупную международную компанию Fetch, много десятилетий, последние годы был там в политике, помощником мурманского губернатора, вице-губернатора Севастополя, ну, когда мы познакомились, вот, перешел к нам, частью к нашему, это Андрей Торгашев, пожалуйста. Еще один мой старый приятель, партнер по спортивным состязаниям, ну, мы играем в покер, поскольку уже старенький, бегать тяжело стало. Многократный чемпион различных международных турниров по покеру, это Николай Тюрин, пожалуйста. Николай Михайлович, ну, представьте, свою легендарную задницу оторвите от стула. Ну, и, наконец, еще один уважаемый партнер, у присутствующих, наверное, возникнут вопросы, а что это вы тут за бизнес-уголок устроили, вы же это все сделаете, кто-нибудь придет и отожмет. Следующий мой коллега, это человек, который как раз вот специалист по отжимальщикам, знает их всех лично, но больше он специалист по зажимам. Это как раз вот тот, кто вот может дать вам автограф и интервью по поводу, как, что отжимается, зажимается в этой стране, знаком не понаслышке. Это наш первый чемпион мира подзюдо 75-го года в Австрии. Это олимпийский чемпион 76-го года в Монреале по шашкам, да? А, там двоеборья было по шашкам и дзюдо. Это мы так глумимся, потому что то, что мы делаем, мы бы с ума сошли, если честно говорю. Поэтому мы иногда прикалываемся друг на друга. Он тут недавно меня в метро привязал к столбику. Я не заметил, он где-то на два шага стоял от меня. Говорит, наша станция выходила. Ну, покатались, прокатил за его счет же. Где-то стоит метров двух, говорит, выходим, наша станция. Я тры, у меня куртку привязал шнурком. Вот как вот он это делает, я не знаю. Ну, чуть-чуть отвлекся. Итак, человек, который побеждал под советским флагом, под советским гимном. Японцы о нем писали, что такой спортсмен рождается раз в сто лет. Итак, встречайте, легенда советского спорта Владимир Невзоров. Я ничего не перепутал? Ну, чувствую, мне битым сегодня, да. Дерется больно. Вот оно. Я как бы желаю всем хорошего вечера. Спасибо за внимание. Те, кто захочет к нам присоединиться, мы собираемся, пока вся команда, все филиалы здесь, послезавтра в загородной резиденции, можем пообщаться как бы более там длительно, толково и прочее. Наши телефоны, координаты работают круглосуточно. Тоже вот, как говорил Андрей, по-моему, да, мало спим, много работаем, поэтому много успеваем, как бы и национальный проект замутили, и пообщались с лицами, с небезображенными интеллектом из правительства вот за эти два месяца. Думаю, что мы решили вопросы выхода на международные рынки, но хотелось бы уже под брендом «Россия», потому что, ну, китайцы же тоже хотят все украсть, отжать. Ну, много есть что сказать, я, конечно, не это самое Фидель, мать его, Кастро, но об этой теме могу говорить часами, поэтому, кому интересно, присоединяйтесь, будет весело, но при этом не забудьте пристегнуться. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр. Кстати, мне написали комментарий такой интересный, что ваши три проекта нужно нести в Конституцию. Так что вот такой комментарий пришел. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...